Кандидаты в президенты Украины сегодня встречаются с европейскими лидерами. Петр Порошенко сначала посетил немецкого канцлера Ангелу Меркель, который назвал своим добрым другом, а затем из Германии отправился во Францию говорить с президентом Эммануэлем Макроном. До этого сегодня лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский сам говорил с Макроном, сам с ним встречался, как видите, во Франции. Вот Макрон, вот Зеленский. Но самое интересное было вчера. По сути, состоялась первая публичная беседа или дискуссия между кандидатами. Правда, она была больше похожа на перепалку. Петр Порошенко неожиданно приехал на ток-шоу на телеканале «Один плюс один», владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский. Считается, что Коломойский поддерживает Зеленского. Так вот, президент почти сразу пригласил на дебаты в студию Зеленского. Тот позвонил и резко говорил с Порошенко. Давайте послушаем фрагмент этого разговора. Вы закончили? Володимир Олександрович, майте терпение послушать оппонента. Так. Вы закончили? Вы закончили или нет? Вам третий раз сказать. У нас может что-то с связком? Володимир Олександрович, я вислухал ваше тверджение. И сейчас буду говорить и я. Вы почули меня? Я вас прошу с задоволением. 19 квадрата. Я думаю, что у нас проблемы с связком, потому что Володимир Олександрович... Как мы слышим, разговор вообще не задался и в конце концов Зеленский просто бросил трубку. Кандидаты так и не договорились, когда им встречаться на стадионе Олимпийский. На этот резкий разговор отреагировала и главный неудачник первого тура, занявшая третье место, Юлия Тимошенко. И когда я смотрела на последние минуты этого диалога, и когда Владимир Зеленский бросил трубку практически почти в лицо действующему президенту, я увидела, какой это стресс для президента, и что, зная его проблемы со здоровьем, у него пересохло во рту, и он не мог говорить. Необходимо просто быть людьми и вовремя уметь друг другу подать глоток воды. Суть спора между кандидатами в том, что Порошенко хочет два раунда дебатов перед выборами 21 апреля. Во-первых, 14 апреля на стадионе Олимпийский, а затем 19 апреля в эфире общественного телевидения. А вот Зеленский только за стадион и только 19 апреля. О ходе украинской президентской кампании, о том, можно ли назвать ее грязной, до начала программы мы говорили с политологом из Украины Вадимом Карасевым. Ну, я бы не сказал, что она самая грязная в истории Украины. Были пожестче кампании, например, в 2004 году. Так что, эта кампания просто необычная. Ну, во-первых, очень сильно задействованы цифровые технологии. Виртуальная реальность, интернет, цифра, скайп. Вот, например, лидер президентской гонки фактически видел свою кампанию в реале. Извините, виртуально. Остальные все вели в реале. И, конечно же, это многих нервирует. Были попытки переломить ситуацию сразу после итогов, когда стали понятны итоги первого тура. Но вот вытащить на дебаты и переиграть с этими анализами, сдачей анализов, так сказать, крови и так далее, президенту не удалось. Это социология, социология-то показала. Вот, президенту нужно было как-то ситуацию радикализировать, играть ва-банк, потому что инерционный сценарий точно не приносил ему успех. Но даже вот, пойдя на какие-то более резкие вещи, президенту не удалось переломить ситуацию, вряд ли уже удастся переломить, потому что остается только одна неделя до решающего дня голосования второго тура. Что будет Зеленским, насколько он готов быть внешнеполитическим лидером страны, насколько он готов к современным внешнеполитическим и геополитическим вызовам, вот это пытается, наверное, понять Макрон. Тем более, Макрону это было легче сделать с руки. Ну, примерно, вот, один и тот же заход в политику. Очень неожиданно, стремительно, как вихрь, комета, в эту большую политику европейскую прорвался Макрон. Правда, все-таки с элитных позиций, так, финансово-элитных позиций, но тем не менее. В отличие от Зеленского, который, скажем, из таких простого люта, из простого, так сказать, медийного комьюнити, взлетел на высшие политические позиции в Украине.